Всем привет, дорогие друзья! Это Сова, и мы с вами продолжаем рубать в Дайсона. В прошлой серии мы сделали вот такую штучку, запихнули туда с синей фигни. Не смотрите, что тут конвейеры все пустые, потому что у меня с магнитами проблемы. Этот вопрос мы решим чуть позже, пока вопрос не очень сильно решается, но мы обязательно его сделаем. Сейчас я пойду заставлю, короче, в лаборатории привозиться оставшиеся произведенные у нас кубы, а потом, может быть, мы займемся еще и непроизведенными. Короче, немножко оптимизируем лабораторию. Во-первых, нам надо вот это вот убрать. У нас тут есть такая вот штуковина, которая нам более не нужна. Так, конечно, убираться нихрена не хочет. Штуковина, убирайся. Так, во, вот так вот штуковина хочет убираться. Но прошел автосейф, и штуковина опять не захотела убираться. Странная какая-то она эта штуковина, подозрительная, я бы сказал. Так, ладно, хотя бы синюю мы, короче, того. Так, синюю мы, короче, того. Мотать у меня кубов, кстати говоря. Причем разноцветных. Так, надо эти синие куда-то запихнуть. Слышите, прям вообще очень надо куда-то запихнуть. Так, во-первых, вот эта штука мне здесь не нужна больше. Так, не нужна? Не нужна. Так, приземляйся сюда. Мы отсюда заберем синие кубы и сюда только вставим. Так, хорошо. Вот синими кубами вроде как разобрались. Так, теперь идем дальше. Значит, у нас на очередь теперь кубы красные. Так, красные кубы. Красные кубы мы сейчас уберем. Бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил-бил. Так, красные кубы убрали. Чего их тут? Ну, красных кубов, кстати, здесь дохрена. Даже больше, чем синих, как выяснилось. Так, убираем пока вот эту штуку тоже. По всему получается, что дальше как бы мне... Ну, такое количество лабораторий мне не надо, это понятно. То есть это совершенно очевидно, что мне это не надо. Здесь мы, кстати говоря, до Этериума нахреначили энное количество. Мне, кстати, говорили, что он не работает. Типа, это не работающее здание. И вообще не надо на него тратить время. Но, видите, до Этериума мы в итоге с вами набрали. Может быть, нисколько скатили, но тем не менее. Так, давайте тогда мы пристроим еще пару этажей лабораторий. Я думаю, что на самом деле не нужна нам вот эта вторая часть. Вот кроме шуток. Мы уберем ее отсюда. Прям вот я не вижу в ней необходимости. Тем более, что там еще, по-моему, можно выше будет поднять. Чуть попозже. Поэтому необходимость этого вообще решительно никакая. Вот эту вот штуку мы, кстати говоря, можем улучшить. Блин, а я думал, что можем. Это мы как-то можем улучшить или не можем? Вроде как что-то у меня там улучшалось, но сейчас что-то не хочет улучшаться. Ладно, хрен с тобой. Золотая рыбка, короче. Эта штука у нас справится. Совсем. Так, эта штука у нас совсем справится. Вот эта штука, кстати говоря, ее надо поменять. У нас тут получилась история. Сейчас мы ее так... Чем ее заменим? Значит, нам надо побыстрее их поставить. Вот эти... Так как подальше их просто две. Вот. И тогда у нас все будет хорошо. Так, здесь у нас есть некое хранилище. Некое хранилище, в котором ни хрена нет. Так, давайте мы некое хранилище, в котором ни хрена нет, отсюда уберем. Так. Вот это бы еще поменять. Нам прям нужна лента побыстрее. Прям вот эту фигню бы заменить на ленту побыстрее. Было бы очень сильно хорошо. Так, здесь у нас второй уровень. Здесь у нас, да, туда-сюда гоняется эта фигня, пока мы до Этери не получим. Ну, вообще непонятно на самом деле, зачем он нужен еще. То есть как бы вот мы его получили, как бы и чё. С этим вопрос пока. Так, ладно, давайте мы поставим сюда станцию, которая здесь прям явно напрашивается. Прям вот где-то вот в этом, например, месте. И сечем туда как раз этот Дейтери и запихнем. Для чего бы он ни был нужен, мы пока этого не знаем. Так, значит сюда пойдет у нас фигня. Прям вот непосредственно отсюда эта фигня пойдет. И загружать мы туда будем, соответственно, кубики красные. Так, и ты у нас тогда будешь являться сапплей-донором для красных кубиков. Заодно и пять тысяч будешь всех хранить. Так, сейчас сюда должны пролететь зверские дроиды. И все отсюда забрать. Так, ладно, значит эта штука... Ну вот этот Дейтери мы можем выковыривать с газовых гигантов. Мы теперь уже точно знаем об этом, что можем такой фокус проворачивать. Так, вот это давайте мы, наверное, вернем. А, здесь из-за того, что, понятно, параллельки у нас... Параллельки у нас немножко запараллелились, поэтому получилась такая хрень. А можно как-то... Ну не, нельзя. Из-за сдвига, видимо, никак нельзя это сделать. А хотелось бы вообще-то на самом деле. Ну ладно. Ну нет, так нет, как говорится. Так, нужно ли нам еще здесь на случай переполнения чего-нибудь? Ну слушайте, кстати говоря, наверное, не лишним было бы все-таки с газового гиганта подформить мальца этого самого... Гидрогена. Который водород. Так, гидрогена, который водород подформить не помешало бы. Вообще, на самом деле... Реально его прям не хватает, слушайте. Прямо его не хватает, и мы прям можем сделать так, чтобы его прям хватало. Хотя, с другой стороны, на исследовании вроде как пока у нас проблем нету. Ладно, давайте мы пока это делать не будем, но потом вернемся к этому вопросу. Так, теперь давайте займемся желтыми клубами. Так, а желтые клубы мы можем запихнуть, кстати, вот сюда. У нас здесь уже одна такая станция есть. Поэтому желтые клубы мы можем смело захреначить. Так, угу, угу, сейчас по-другому сделаем. В принципе, вот этот ящик мне не нужен, по факту. Так, мы здесь будем хранить, значит, желтые клубы, да, и являться соплаем для желтых клубов. Чтобы являться соплаем для желтых клубов, сейчас возьмем желтых клубов. Так, ну да, с местами у меня, конечно, не очень все здорово. Но здесь и желтых клубов, в принципе, очень мало. Так, значит, мы отсюда их запихнем вот сюда. Так, теперь нам надо будет... Так, как мы проложимся-то? Здесь вот место такое, здесь прямо что-то напрашивается. Ну, что напрашивается, пока не понятно. Давайте вот так вот сделаем вокруг, обтащим. А затаскивать будем вот так. То есть вот такую какую-то штуку. Не знаю, может быть, это не лучшее решение, но пусть будет так. Так, вот, собственно, и все желтые клубы. Больше у нас на желтых клубов ни хрена нет, потому что... Потому что нету... Че-то тут нету. А, ну, собственно, вот этого зеленого говна не хватает. А, кстати, а почему его не хватает? А, не хватает его, потому что не хватает у нас смазки вот этой вот несчастной. А ее не хватает, почему? Что у нас вообще тут с этим, с нефтью? С нефтью ни хрена нет. Так, а с этому самому? Сколько ее осталось? Сколько ее осталось, на самом деле, непонятно. Но, похоже, у нас проблемы именно с этой ерундой. То есть ее бы сюда надо бы подпритащить, судя по всему, еще. Так, подпритащить ее, кстати, реально не помешало бы. Так, ну-ка, давайте-ка мы разберем вот это вот вплоть до сторидж-танка. Так, отсюда протащим тогда дальше. Так, здесь у нас... Ладно, эта ерунда у нас пусть работает. Ни хрена, сколько он сразу вытащил. Сюда, походу, надо, если у нас есть нефтепереработка, сюда надо побольше нефти притараканить. Ну, это мы притараканим сейчас. Ладно. Так, ладно, кубы, которые у меня есть. Давай, нахрен тебя. Так, да что нам еще не надо из того, что у меня тут лежит в инвентаре? Панели солнечные. Я думаю, что расставить необходимо. Так, вот эту вот зеленую дребедень, в смысле желтую дребедень, нам тем более надо получить. Так, давай, давай, давай. Видимо, далековато. Так, желтая дребедень нужна, потому что ее очень дорого производить, поэтому она нам нужна полностью в сборе. Сейчас мы соберем все ящички и загрузим их в системку. Там у нас системка. Сейчас в эту системку их положим. Так, положим их в системку. Хорошо, значит, с исследованиями это у нас готово. Мы можем что-то, наверное, исследовать. Пока что. А просто только чего. Так, вот это нужны зеленые кубы, которых у нас нет. А на это нужны фиолетовые кубы, которых у нас нет. Давайте исследуем что-нибудь вот здесь. кашмировые какие-то штуки. А это у нас еще разблокирует коллайдер, который тоже может делать что-то эйтериум, который непонятно зачем пока нужен. А это у нас дистрибьюшн систем. В общем, эти штуки, которые позволят очень далеко прокидывать электричество. Ну, неплохая, наверное, вещь. Хотя и не является жизненно необходимой. Так, но нам для того, чтобы дальше продвигаться, кстати, смотрите, мы как близко-то придвинулись. Но, судя по всему, этот шажочек будет не очень простым для нас. Если у меня такое подозрение. Так, а это что там даст интересного? Непонятно чего. Это нам, да, блин, потыщим от этих исследований. Очень дорогие исследования. Ну, давайте вот, не знаю, там, стекло какое-нибудь исследуем шельпака. А может быть, подожди. А может, лучше тогда апгрейдим? Раз на то пошло. Ну-ка, пока приостановись. Так. Дайте мы лучше-то заапгрейдимся. Раз на то пошло. Так, но это я пока не могу. И это я пока не могу. Потому что грейд-то это выгодно очень. Так, дроны, хрен с ними. Тоже золотые рыбки. Communication Control. Так, и не только подсыпь, кстати, хочу. Так, ну, сортеры с так и до пятого уровня. Не знаю зачем. Вертикальные конструкции дадут нам еще один хранилищ и один этот. Так, это тоже не очень здорово. Это я пока, блин, не могу, к сожалению. Ну, давайте мы сделаем быстрый, более быстрый майнинг. Это я пока не могу. Это хэшт лабораторию можно сделать побольше. Больше быстрый майнинг. Потом давайте сделаем... Не, ну, два слоя еще не хочу. Ну, давайте вот это вот базовые штуки сделаем тогда. Так, и... А чтобы следующий движок себе сделать, чтобы дальше летать... А, ничего мне не надо. Ну, давайте еще движок закажем себе. И следующий нам откроет варп. А, ну, нужен меха-кор-левел-4. А где у нас меха-кор-левел? А, вот левел-4. Ну, его мы просто так не откроем. Понятно. Так, это я буду быстрее бегать. Это... Ну, слушайте, нам тут прям есть чем заняться. Давайте мы пока все вот эти вот исследования запихнем. И пусть, пока мы этим занимаемся, у нас лаборатории, соответственно, продолжают работать. Так, с этим у нас все хорошо. Условно. Условно хорошо. С этим у нас условно все хорошо. Значит, красные штуки у нас продолжают идти. Ну, и теперь нам надо, наверное, выйти на фиолетовые кубики. Так, а чтобы выйти на фиолетовые кубики, нам надо сначала выйти на производство. Чего там? Такого вот говна. Так, вот такого вот говна. Это у нас, ну, типа оптоволокно. Значит, чтобы это оптоволокно делать, нам надо делать все где-то вот здесь вот в районе пластика. Притащив сюда еще кристаллический силикон и карбоновые трубки. Так, ну, пластик у нас вот он есть. Пластик у нас вот он, он есть. Ну, что-то такое ощущение, что нам для производства неплохо будет как я могу произвести. Так, давайте-ка мы вот здесь вот подвыровняемся. Здесь прям вот явно напрашивается выравнивание. Для этого мне надо отсюда забрать побольше камня. Так, сейчас мы тут себе наделаем. Так, наделаем себе фаундейшенов кучу. О! Так, кучу фаундейшенов наделаем. Так, что бы мне пока еще наделать? Дать еще пару таких ребят сделаем. Еще чего? Ну, больше пока непонятно. Нам надо будет, наверное, еще все-таки дополнительно с нефтью что-то придумать. А потом надо будет полететь на другие планеты, где найти какую-нибудь нефтяную планету. По-любому, что-то есть. Планет, с которой можно нефть выкопать в хреновую кучу. Так, давайте-ка мы подровняем здесь кусочки. Так, закопаем местные пляжи. И вместо местных пляжей, которые мы закопаем, сейчас наделаем себе какой-нибудь комплекс по производству этих самых штук. Так, комплекс по производству штук. во-первых, где они делаются. Так, делаются они у нас в ассемблере. Так, ассемблер у нас по-моему только один, да? Да, только один ассемблер, еще парочку можем сделать. Давайте вот как раз и сделаем. Ну, начнем тогда с одного. Ладно, допустим, у нас вот оттуда откуда-то идет пластик. Он идет туда одновременно. Здесь мы, допустим, его еще отмасштабируем и часть этого пластика ну, типа пошла назад, например. Хотя, конечно, лучше вот так располагать, а то здесь переход будет между линиями будет некрасиво. хотя вот это вот нормально пойдет, да? Или ненормально? Тут непонятно, нормально оно пойдет или ненормально. Вроде нормально. Начиная отсюда, если начать делать. Так, сейчас проверим. Значит, мы здесь будем хреначить вот такой вот партикл бродбенд. Так, партикл бродбенд. Партикл бродбенд у нас пойдет назад, допустим, вот по этой ерунде. Да, где он у нас немножко пересечется? Вот пусть он сюда доходит. Так, пусть он доходит сюда. Значит, отсюда мы запихнем тогда. Сейчас надо сразу проверить, чтобы расстояние хватило. Вообще, по идее, должно. вроде как здесь у нас все хватает. Нет, нихрена здесь не хватает. Да, из-за того, что переход получается жопа. Тогда проще вот так вот делать. Не, иначе мы поимеем кучу проблем. Так, нет, давайте тогда мы это уберем. Я лучше еще фундаментов потом дострою. Но из-за расширения мы, по крайней мере, не потеряем места. можем вообще где-нибудь вот здесь вот это начать делать. Так, у меня еще фундаменты. Так, давайте еще несколько фундаментов сюда поставим. Ну, что-то типа того. Так, ну, здесь они по идее ровно должны пойти. Я надеюсь. Так, ставим тогда еще разочек и он тут ассемблер. Дайте сюда куда-нибудь поставим. Да, ну, место, в принципе, порядочно. Давайте сюда поставим. Так, делать мы здесь будем так, где он тут? Вот эту вот штуку. Так, вот штуку будем делать. Значит, это у нас будет ответная часть от штуки. Так, а здесь у нас будут две базовые части от штуки. Раз, два и три. Ну, здесь, по-имере, диантики-то должны быть нормальны, по идее. Ну, да. Здесь нам всего хватат. Здесь нам всего хватат. это ерунда у нас разворачивается назад. Здесь мы поставим ящичек. Вот здесь пусть стоит ящичек. Вот так вот пусть стоит ящичек. Так, здесь пусть стоит ящичек. В этот ящичек мы запихнем получившиеся ингредиенты. Так, теперь нам надо притараканить сюда пластик. Отняв его, получается, где-то вот там. То есть, вот так вот увернуть. Да? Ну да, вот эту вот явно штуку надо будет перестраивать потом. Давайте мы пока что сделаем... Так, как тебя сделать-то? Ну, условно как-то вот так. Типа что-то как-то где-то примерно вот таким вот образом. Так, давайте достройте мне вот эту часть. Мы потом его выведем еще в уровень. Ну, чуть попозже. Сейчас, в общем, необходимости в этом нету. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Так, значит, здесь мы будем делать Particle Broadband. Значит, чтобы сделать Particle Broadband, один ресурс у нас есть. Нам надо еще. Так, нам надо еще. Это мы сейчас поставим сюда такую вот штуковину. Прямо вот в это место. Так, и запрашивать мы сюда будем нанотрубки силикон кристаллический. Так, нанотрубки будем демандить тысячу штук, например. Так, и силикон кристаллический. Тоже будем сюда его демандить. Ну, тоже столько же. Так, поскольку там у нас дроны есть, соответственно, оттуда уже ребята полетели. Но нам нужны свои дроны сюда. В количестве я думаю, что дайте 10 штук пока поставим. Так, поставим пока 10 штук. Значит, теперь нам надо отсюда будет ковырнуть пусть будет нанотрубки. А отсюда соответственно у нас пойдет силикон кристаллический. Вот так. Так, силикон кристаллический у нас уже приехал сюда. Теперь нам надо будет подрубить это к электрике. Так, подрубить это к электрике надо будет нам и это масштабировать видимо дальше. Типа что-то вот такое мы сейчас поставим. Так, что там не хватает-то? Так, ребят, вы там да, ребят полетели. Хорошо, сейчас они у нас присутствуют силикон кристаллического но приносили уже кучу. С нанотрубками пока не очень все хорошо. Так, ладно, давайте вот так вот сделаем. Я думаю, что наверное нужно будто еще дроны скорее всего сюда. Так, хватает да не? Вроде хватает. так, ну процесс сейчас по идее должен пойти. Процесс пошел, да, пошел. Теперь нам надо будет запихнуть получается вот отсюда назад вот эту штуку в систему. И значит здесь у нас будет храниться вот эта вот фигня, которая будет являться соплаем соответственно для всего остального. так, вот, эта часть у нас получается готова. Значит, они у нас потихонечку будут делать, я думаю, что скорее всего они будут успевать в десяти ром. или не будут. Не, вроде успевают. Да, они вполне все успевают все это дело притаскивать, вот прекрасно. Будет баланс между скоростью и всякими другими вещами. Так, ну и теперь, значит, мне надо будет еще количество лабораторий, у меня, кстати, они есть, но мы сейчас еще сделаем, которые будут смешивать вот это с процессорами, и получать из этого что-то. Так, а где эти штуки еще нужны, кроме синих кубов? Они где, да? Тут одно из двух, либо нам процессора сюда тащить, либо эти штуки тащить к процессорам. Но в любом случае потребуется еще одна башня, как бы я чего не хотел, поэтому давайте потащим наверное вот эту фигню к процессорам. Хотя, в общем-то и процессоры много где нужны, а вот эта вот фигня по-моему больше нигде и не нужна. Да, она по-моему вообще реально больше нигде не нужна. Не, может потом пригодится, конечно. Все, да, единственное производство у нее это кубы. Не, ну тогда наверное вообще не очень выгодно это все туда тащить. А здесь у нас сколько в башне? А, здесь, кстати, в башне дохрена места. Так, здесь в башне дохрена места. Тогда наверное не так. Тогда наверное мы не так поступим. Значит, здесь она у нас пусть складируется. Вот эту фигню так, clear and reset. Сюда у нас тогда пойдут готовые фиолетовые кубы, которые, да, мы будем соплать. Но их сначала надо сделать. Так, ты у нас уйди отсюда. их сначала надо сделать. Просто не хочется плодить сущности без крайней необходимости. Значит, если мы сюда, например, запросим процессоры, то мы тогда вполне себе сможем поставить лабораторию где-нибудь на сопредельной территории. Здесь, например. В этой лаборатории соответственно делать кубы и тут же их отсюда отправлять. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Наверное, так будет выгоднее. Так, мы будем делать здесь продюс вот таких вот фиолетовых кубиков. Чтобы сделать здесь продюс вот таких вот фиолетовых кубиков, мы сделаем вот так. Чуть было не сделал говно какое-то непонятное. Так, все, значит, эта штука у нас готова. Теперь нам надо будет запросить вот этой ерундой, нам надо будет запросить процессора, которые, ну, я думаю, что мы переживем, если у нас будет здесь вот такой вот длинноватый, конечно, проходик, но, в общем, не очень. Так, и выкатывать ты будешь у нас... Где эта фигня? так, выкатывать ты у нас будешь процы отсюда? Так, процы, соответственно, которые мы здесь будем запихивать назад. Электричества только нет. Так, давайте ровненько поставим, как-то так и как-то... вот так. Так, есть такая фишка? Да, есть такая фишка. Значит, отсюда мы запрашиваем процессоры и сюда в эту фигню мы запихим кубы. Так, процессоры только у нас будет не supply, а demand. Сюда тогда надо будет немножечко дрончиков. Давайте десяточек дрончиков сюда запихнем в таком случае. Окей, и теперь нам нужна будет еще одна башня, в которую мы запихнем вот эти вот фигни. То есть для нее нам нужны будут, практически все есть, кроме ловушек и титановых хрени. Так, ловушки мы сейчас возьмем вот отсюда. Так, ловушки мы отсюда возьмем. Титановая хрень у нас есть вот там. Так, говоря, так, ну ладно. Так, говоря, кстати говоря, давайте вот это израсходуем. Так, и что-то нам еще не хватает, не хватает нам еще такого стального. Так, стальное вроде как тоже есть. Так, теперь мы можем по идее сделать нужную нам вещь. Даже две можем сделать. Так, ну вот пусть она делается. Так, что у нас тут с процами, давайте смотрите. Так, вот у нас процы. Это у нас процы, эта башня у нас полностью готова, то есть туда мы процы запихнуть не можем. Но мы можем запихнуть ее в еще одну башню, построенную, например, где-нибудь вот тут. Сейчас мы здесь подравняемся территорию. Вот так. Так, и посмотрим, можем ли мы здесь запихнуть еще одну башенку. Так, башенка готова, башенка готова. Ну, мы можем здесь запихнуть башенку и запихнуть в нее можем даже потом что-нибудь еще. Вопрос правда, что? Не сказать, что здесь нужны сильно дроны, потому что она будет являться донором, но я лучше сразу загружу, пусть их будет лучше побольше. Так, сюда мы значит будем брать протцы, протцы мы будем брать в количестве штук, пусть будет тысяча. Кстати говоря, надо с собой пару спаков протцов длить, а то они сейчас у меня все пожрутся к свиням. Так, значит сюда мы будем загонять такую вот вещь. Так, все, протцы у нас в систему пошли. Значит теперь у нас должна пойти полететь дроны должны, дроны должны полететь. Так, эти дроны кстати не хотят доставлять. Хотя я думал, что они полетят доставлять отсюда, но не хотят. Ну не хотят и не хотят, ладно, у нас там специально для этого дрона в общем-то и есть. Мы их потом еще качнем, они у нас будут летать быстро-быстро, как сатаны просто. так, ну и хорошо. Так, что у нас тут происходит? Ну у нас тут конечно сейчас будет беда. А можем еще таких изготовителей сделать? Нет, не можем, у нас графин закончился. это вот мне все надо вообще. Мне это не очень сильно нужно уже теперь. Надо еще, кстати говоря, панели сходить расставить. Раз уж на то пошло. Да, пойдем панелик еще подрастаем. Хотя у меня и так уже с потреблением все нормально, но я думаю, что если мы еще сделаем, хуже не будет. У нас тут территория позволяет в общем-то забахать. Пойдем еще забахаем. Немножечко панели освободим все места. Потом если что сможем энергией делиться с кем-нибудь. С далекими далекими планетами. Хотя нам по идее надо конечно уже на сферу Дейсона выходить. Но надо посмотреть для начала можем ли вообще это и сделать. В конечном счете это ранний доступ. Может быть здесь пока вообще сфера Дейсона не строится. А то я так увлекся обычным строительством, что совсем забыл про глобальный проект. У нас там солнце угасает. Так ну с панелями по-моему прям все прекрасно здесь. Так все хорош. Я думаю что больше мне не надо. Так а вот ядро у меня того самого оканчивается. Так пойдемте мы лишние панели выгрузим вот сюда. Так чтобы они места просто не занимали. Теперь давайте посмотрим вот эта фигня горит энергетический графит. Может мы сожжем. Да энергетический графит нормально горит. Давайте мы тогда спалим пойдем себе еще как пароводчик угля заберем. Так ну и что у нас тут с этими самыми то? У нас по идее должны приехать кубы. Но что-то они не едут. Странно. Так ладно сейчас пойдем посмотрим что у нас там кубы не едут. Я наверное что-то забыл подключить скорее всего. Зная себя наиболее вероятно что-то у меня там просто тупо не работает. Сейчас мы пойдем глянем что там не работает у нас. А ну да собственно эту фигню я забыл протащить. Думаете где кубы? Где же они? Даже они могли деться эти кубы. Как же так? Так вот и кубы. Вернее кубы. Почему как говорится вы говорите об ней во множественном числе. Так ну лабораторию мы конечно сейчас пристроим несколько этажей но работать она один хрен не будет настолько хотя пока работает но я думаю что эта фигня просто сейчас сожрет все мои процессоры намертво надо будет что-то с этим делать потому что с працами прям вообще беда так а что это у меня так замедлилось то все такое ощущение что мне не хватает кубов а их может не хватать потому что не хватает скорости их транспортировки на вот сюда хотя не да желтых не хватает желтых просто нет ни хрена я понял с желтым просто проблема с производством поэтому всего не хватает ясно понятно так а у меня тут кстати говоря фильтр тогда не стоит сейчас мы сделаем вот такой так на фиолетовый фильтрик у нас готов все с этим значит у нас типа готово потихонечку они будут производиться ну прям совсем потихонечку теперь нам надо понять как нам масштабировать производство для начала наверное желтеньких желтенькие нам на все нужны абсолютно их абсолютно на все не хватает так а не хватает их потому что не хватает вот здесь чем прям конкретно не хватает хотя не погоди здесь все переполнено ну и что еще заводов тогда таких построить ну да смотри здесь все переполнено так ну так ладно допустим фиг с ним это я это я как бы все понял нам нужна вот эта вот остаточная агента дребедень так нам нужна на производство желтых кубов так подожди на производство желтых кубов нам вообще чего нам надо чего нам не хватает конкретно так для того чтобы производить желтые кубы нам нужны алмазы соответственно и титановые кристаллы так ну вот у нас не хватает желтой хрени титаном у нас все нормально у нас проблема с желтой хренью а на желтую хрень у нас конкретно не хватает рефайн ойла который делается у нас строго из нефти и больше ничего так это у нас кислота так а где тут рефайн ойла у нас в руках вообще нету никакого да либо нам надо будет найти блин либо делать его из дерева не ну это нет это не вариант вообще делать его из дерева вообще не вариант прям вообще отвратительный вариант я бы сказал такую фишку мы с вами провернуть не сможем потому что дерева у меня столько нет ну то есть это грубо говоря единственная возможность но есть еще раритетные короче шахты из которых этот органический кристалл можно просто получить ну вопрос только где я так подозреваю что внутри своей солнечной системы я этого сделать не смогу но вот здесь вот где-то может быть и смогу 16 цветовых лет нужен движок на то чтобы хоть куда-то отсюда улететь мне нужен движок следующего уровня то есть я максимум куда я смогу здесь слетать это вот этому газовому гиганту и вот сюда здесь я еще не был здесь насколько я могу судить есть только немножечко силикона и очень много титана плюс камень плюс что-то там еще и здесь вообще очень сложно получать энергию еще вдобавок ко всему и все на этом то есть видимо пока я не выйду на четвертый уровень движка никакую прям шахту я не найду шахту я не найду а чтобы выйти на четвертый уровень движка мне нужно чего не нужны будут а ну в принципе ничего мне не нужно будет чтобы выйти на четвертый уровень движка мне нужны просто желтые кубы то есть все упирается одно в другое то есть чтобы сделать варп на другую какую-то солнечную систему мне нужно просто дохерища желтых кубов прям очень много может нам отказаться от всего остального и сделать сразу так ладно давайте мы тогда сделаем приоритет вот это а ну подожди там еще меха корр нужен а на него нужно так ладно хорошо допустим мы исследуем вот эту фигню чтобы исследовать дальше мне нужен меха корр левел 4 чтобы исследовать его нам нужно 500 кубов которые мы по идее сделать можем допустим мы ставим его в каюшку блин нужно гравитационное преломление волны так гравитационное преломление волны а что это что такое гравитационное преломление волны ну это какая-то технология должна быть а вот он гравитационное преломление волны так то есть мне надо будет исследовать вот это после чего вот это только после этого я смогу исследовать гравитационное преломление волны. И только после этого у меня откроется варп. Охренеть. Вот такая вот у нас должна быть система до четвертого уровня движочков. Я вас понял. Но пока мы этого не сделаем, нам надо будет работать с тем, что есть. Чтобы работать с тем, что есть, нам надо будет многократно жахнуть по нефтянке. То есть надо будет сюда притораканить гораздо больше нефти, чем и в данный момент. Этим мы в следующей серии займемся. Спасибо, ребята, за внимание. Скоро продолжим.